РУХОЛЬ БАЯН «Очень ночью я обратился к Аллаху с дуа. Одну руку я вытащил из рукава, но было очень холодно, и вторую руку я не стал вытаскивать. Затем я заснул. Во сне я увидел, что та рука, которую я поднял во время дуа, была наполнена светом, а вторая была пуста. О, Господь, почему вторая моя рука пуста? Мы наполнили светом ту руку, которую ты вытащил, обращаясь к нам с дуа, а ту руку, которую ты не вытащил, мы лишили света». Назидание Как бы ни было человеку тяжело, он все равно должен совершать поклонение. В конечном счете, наличие возможности совершать поклонение является великим даром Аллаха Тааля. Верующий должен говорить «Я мог оказаться в числе тех, кто не совершает этого поклонения, но хвала Аллаху, я делаю это». Во время дуа необходимо поднимать руки, это влияет на принятие наших молитв. В риваяте, переданном Салманом Аль-Фариси, ради Аллаху Анху, посланник Аллаха, саляллаху алейхи вассалям, сказал «Ваш Господь – обладатель скромности и щедрости. Когда рабы просят Его о чем-либо, поднимая свои руки, Он стыдится оставлять их пустыми». Поднятие рук к небу во время дуа символизирует указание на сокровищницу властелина и означает «О мой властелин, дай мне что-нибудь из этой сокровищницы». Аллах Всевышний сказал в Куране «И на небесах ваш удел, спускающийся в том числе в виде дождя, либо благодатных согревающих лучей солнечного света, а также на небесах то, что обещано вам». Сура Азариат, 22 аят. Во время дуа следует разъединить руки и поднять их ладонями кверху. Субтитры создавал DimaTorzok